Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами завершаем телевизионный курс «Русский язык для успешного общения». Прежде чем приступить к последней лекции, хотелось бы напомнить вам содержание предыдущих лекций. Мы с вами поговорили о происхождении русского языка, об этике и этикете, а также о нормативных аспектах употребления языковых единиц, о литературном произношении, об употреблении слов, о построении предложений словосочетаний и о грамматических формах. Сегодняшняя лекция должна обобщить, завершить и систематизировать все сказанное. Сегодня мы с вами поговорим о стилях литературного языка. Тема сегодняшней лекции «Стиль жизни и стиль языка». Нужно сказать, что стиль, который мы реализуем в языке, соответствует той ситуации, в которой мы находимся. Если мы находимся в официальной ситуации, то должны говорить официально деловым стилем и писать, соответственно. Если мы находимся в повседневной ситуации, то разговорным и так далее. То есть стиль жизни во всем должен диктовать нам стиль языка. И то, что в одном случае окажется неправильным и ненормативным, в другом случае будет уместным, разумным и позволит нам лучше понимать друг друга. Поэтому после многочисленных разговоров о норме нельзя не остановиться на стилях литературного языка. Ну, прежде всего, что же такое стиль с точки зрения лингвистики? Стиль происходит от латинского слова «stilos» – палочка для письма. Стилем называют разновидность литературного языка, который используется в определенной сфере общественной жизни и отличается произносительными, словарными и грамматическими особенностями. Говоря о стилях русского литературного языка, нужно прежде всего перечислить их и систематизировать, чтобы понимать, какой объем информации нам предстоит узнать. Стили русского литературного языка можно разделить на разговорный и книжный. Разговорный стиль – единый, книжный включают три стиля – научный, официально-деловой и публицистический. Вот о них-то мы сегодня и поговорим. Ну, прежде всего, мы немного поговорим о разговорном стиле, поскольку некоторые особенности разговорного стиля могут показаться нам ненормативными, чтобы снять боязнь перед некоторыми разговорными явлениями. Но долго о нем говорить не будем, поскольку большие затруднения вызывают именно книжный стиль. А потом поговорим, соответственно, о научном стиле, официально-деловом и публицистическом. К произносительным особенностям разговорного стиля относятся выпадения звуков. Причем иногда это выпадение, несмотря на всю свою кажущуюся ненормативность, является в разговорном стиле вполне литературным, вполне допустимым. Например, можно говорить вместо 50 – 50, можно говорить вместо здравствуйте, здрасте, вместо на самом деле, на самом деле, вместо сейчас, сейчас, вместо Павел Иванович, Павел Иванович. Такое произношение допустимо только в неофициальной ситуации, в бытовой, но допустимо и является литературным. Что же касается состава слов разговорного стиля, то в разговорном стиле много слов по своему содержанию сниженных, а по своей форме обладающих некоторой звуковой выразительностью, так называемых звуковыразительных слов. Например, башка, сниженная по своему содержанию слова, выражает негативное отношение к называемому предмету. Хлюпать – слово звукоподражательное, передает звук. То же самое относится к слову шмыгать. Слова барахло и скупердяй обладают ярко выраженной негативной окраской. Что же касается строения фразы в разговорном стиле, то нужно упомянуть, что в разговорном стиле много фраз неполных, восстанавливаемых из контекста или ситуации, и также много фраз, в которых слова переставлены. Собственно говоря, вне контекста иногда и трудно догадаться, что значит та или иная фраза. Например, «А книжка тут лежала? Где? А молоко продавал? Что? В отпуске сейчас?» Вот эти фразы даже трудно квалифицировать как нормативные или ненормативные, потому что ученые, исследовавшие синтаксис, такие фразы до недавних пор вообще не брали в расчет и не оценивали их никак. Говоря о структуре предложений, имели в виду только структуру более или менее книжную. Поэтому трудно разграничить сейчас допустимые и недопустимые предложения. Можно только предложить телезрителям понаблюдать еще примеры и подумать, разумно ли так выражаться или неразумно. И можно утверждать, что такие выражения сплошь и рядом встречаются в разговорном стиле. Например, «Эх, яблок, жаль, что нет». Я даже не знаю, как синтаксически разобрать это предложение. «Эх, яблок, жаль, что нет». Очевидно, тут где-то должна быть запятая, но не очень понятно, где ее ставить. Это предложение явно не подчиняется законам языка. Но оно все-таки может быть употреблено как эмоциональное. И вот такая типичная фраза, которая очень часто употребляется. «Ешь суп в холодильнике». Она, наверное, все-таки не должна быть часто используема, потому что в ней есть скрытый комизм. Что есть в холодильнике, что ли, приходится. Хотя, конечно, понятно, что имеется в виду сложная структура. «Ешь суп», он находится в холодильнике. И все мы воспринимаем эту фразу адекватно. «Лучше подобных образований избегать». Вот дав такую краткую характеристику разговорному стилю, перейдем ко всем остальным стилям, то есть к стилям книжным. И первый стиль, который привлечет наше внимание, будет стиль научный. Научный стиль включает в себя несколько подстилей. В частности, научно-исследовательский подстиль. К этому подстилю относятся такие жанры, как диссертация. Это большая научная работа, выдвигаемая на соискание ученой степени и защищаемая. К научно-исследовательскому подстилю относятся монография. Это книга, посвященная одному вопросу, одной теме. Происходит от греческого слова «мона». К научно-исследовательскому подстилю относится такой жанр, как статья. Она совсем не похожа на газетную статью. Это большое произведение, начиная где-то от 7-8 страниц и до 30-40 страниц даже. Причем обязательным признаком этой статьи должна быть оригинальная научная идея, которую выдвигает автор. Иначе, если это будут какие-то частные новые сведения без собственной идеи, то могут быть заметки и другие мелкие научные жанры. Кроме того, в научно-исследовательском подстиле нужно упомянуть такие жанры, как реферат, который, кстати, входит и в учебный подстиль. О реферате нужно сказать, что это вторичное изложение первичного текста, что это отнюдь не оригинальный текст. Ну и можно упомянуть также такой жанр, как тезисы. Это некоторые положения, которые выдвигаются без доказательств. Публикуются для того, чтобы впоследствии доказывать на конференции, на съезде, и чтобы предварительно ознакомить слушателей с самым главным содержанием речи. Кроме того, в научном стиле есть научно-методический подстиль. Этот подстиль включает, ну, прежде всего, лекцию, учебник. Он включает также курсовую, дипломную работу. Но на них мы не будем долго останавливаться. Есть также подстиль научно-популярный. Сюда включаются всевозможные самоучители, практически руководство. Сюда включаются также занимательные книги, все менее-менее, к сожалению, используемые. Хотя, наверное, в некоторых областях оставшиеся еще, например, в области садоводства или каких-нибудь других хобби, в прежние времена были и книги в области фундаментальных наук, например, в области химии, в области физики. Была такая замечательная библиотечка «Квант». Так вот, там были книги с оригинальными названиями «Физика в ванне». Вот это вот все относится к научно-популярному подстилю. Ну и, наконец, можно выделить подстиль научно-производственный, в котором есть такие жанры, как проект, технические условия, инструкции по эксплуатации и другие. Этот подстиль, близок к официально-деловому стилю, находится на стыке. Он вызывает большое количество затруднений, поскольку трудно совмещать особенности научного стиля и особенности официально-делового стиля. В нем делается много ошибок. Я не могу не процитировать несколько ошибок из инструкции по эксплуатации. Этот жанр еще и по своей природе обязан быть популярным, и поэтому он еще и третий влияние публицистического стиля испытывает на себя, еще и третий стиль в себя вбирает. Так вот, в инструкции по эксплуатации к ручке Паркер содержатся буквально следующие слова. Ручка имеет пожизненную гарантию, которая не распространяется на случай попадания колпачка в гортань владельца. В инструкции к пылесосу Земенс написано «не допускать попадания пыли в прибор». Надеюсь, что это не сочтут за антирекламу. Кроме того, научно-производственный стиль характеризован некоторым избытком книжных официально-деловых слов, что затрудняет восприятие документов этого стиля. Нужно сказать, что над жанром инструкции по эксплуатации еще очень долго следует работать тем, кто составляет эти инструкции. Этот жанр, к сожалению, пока еще не сложился. Кроме жанровой системы, кроме системы стилей, можно отметить еще ряд особенностей научного стиля, о которых полезно было бы узнать нашим уважаемым телезрителям. Прежде всего, в научном стиле широко распространены термины. Среди этих терминов, например, морфология, демпинг, существительная кислота. Некоторые из них уже объяснялись в предыдущих лекциях. Такие, как существительная кислота, не нуждаются в том, чтобы их объясняли. Нужно сказать, что термины это специальные слова, которые передают точное научное понятие, а также официально-деловое понятие, о чем мы поговорим чуть-чуть позже. Кроме того, распространены в научном стиле общекнижные слова, такие как сфера, зависимость, накопление, градация и тому подобное. Нужно сказать, что в научном стиле используются некоторые разновидности частей речи. Например, сложные авторские прилагательные, такие как тарелкообразный, блюдцеобразный. Отглагольные существительные. Прорастание, цветение, калашение. Отглагол колоситься. Подобные существительные используются в работах по ботанике. Сложные союзы. Тот факт, что, при том условии, если, по мере того, как. Говоря о синтаксических особенностях научного стиля, нужно отметить, что в научном стиле предложения чрезвычайно распространенные и разветвленные. Приведем один большой пример из работы по истории, в частности по надписи. Можно отметить одно общее, что свойственно методам эпиграфического анализа. Взаимосвязанное изучение надписи и предмета, на котором она сделана. Будь то крошечная пряслица или стена собора. С привлечением широких вспомогательных данных, которые помогли бы уяснить и содержание надписи, и значение для тех или других исторических выводов. Альбина Александровна Медынца. Ну вот, нужно сказать, что данная фраза замечательно иллюстрирует длину предложений в научном стиле. Предложение уместилось только на трех слайдов. Три раза потребовалось использовать наш экран, чтобы разместить одно научное предложение. Кроме особенностей формальных, нужно поговорить немножко и о содержательных. В частности, об эмоциональных средствах, оценочных и об образных. Такие средства в научном стиле не приветствуются и не часто используются. Но, тем не менее, научный стиль допускает такие средства, если они используются умело, если они используются талантливо. Особенно, если они используются в лекциях или других научных жанрах. Приведем пример из произведения по лингвистике. Частицы, как бы оторвавшиеся от основ аффиксы, свободно передвигающиеся по поверхности языка. Хотя исторически как раз наоборот. Сами аффиксы происходят из таких слов, прильнувших к полным словам. Вот в этом высказывании мы находим следующие эмоциональные слова. Оторвавшиеся, вместо отделившиеся. Образные выражения, передвигающиеся по поверхности языка. У языка, естественно, нет никакой поверхности. Ну и, наконец, такое слово, как прильнувших, не оставляет сомнений в эмоциональности Александра Михайловича Пешковского, автора этого высказывания. Нужно сказать, что кроме, собственно, эмоциональных выражений, есть некоторые выражения, которые были некогда эмоциональными. А сейчас сохраняют воспоминания об этом в своей внутренней форме. Так называемые выражения со стертой обранностью. Например, подлежащие. Ну, мы, конечно, говорим это слово и думаем о члене предложения, но если разделить его на корень и приставку, то мы увидим под и корень леж, собственно, лежит внизу. Или физический термин, точка кипения. Это представление о некоторой отметке на термометре. Солнечное сплетение. Цепная реакция. Я думаю, что эмоциональность этих терминов не оставляет сомнений. Официально-деловой стиль. Официально-деловой стиль еще более жестко нормирует речь, чем научный. В официально-деловом стиле выделяется несколько разновидностей. Дипломатический тип, законодательный тип, канцелярский, который иногда называется делопроизводственным, и частным. В дипломатическом стиле есть такие документы, как договор, нота, конвенция, декларация. В законодательном конституция, закон, указ. В канцелярском огромное множество документов, таких как устав большой и заканчивая такими, как справка, счет, накладная, денежные документы, производственные документы и так далее. Только классификация могла бы занять всю нашу лекцию, однако это уже тема другого предмета, документоведения, не русского языка. Ну и наконец, к частному относятся такие документы, как характеристика, резюме, рекомендация, доверенность и некоторые другие. Доверенность, кстати, бывает и делопроизводственная, доверенность одного предприятия другому. Нужно сказать, что в официально-деловом стиле используется, как и в научном термине, например, истец, отчуждение. Кроме терминов используется так называемая номенклатура, то есть слова, официально отвержденные и служащие для точного названия важных в общественном плане объектов, должностей, предприятий, промышленных изделий, всего, что описывается в документах. Номенклатура обладает некоторыми особенностями. Во-первых, в ней неправильный порядок слов, во-вторых, в номенклатуре многие названия даются раздельно, двумя словами, что позволяет меньшим количеством слов обозначить большее количество изделий. Кроме того, систематизировать. То, что мы называем в обыденной речи настольная лампа, бра, торшер, люстра, можно назвать светильник настольный, светильник напольный, светильник настенный и светильник подвесной, который здесь у нас не указан. Кроме того, в официальном деловом стиле используются сложно сокращенные слова, такие как завхоз, полпред и аббревиатуры ФСБ. Прошу обратить уважаемых телезрителей внимание на то, как правильно читается эта аббревиатура ФСБ, поскольку в русском языке есть буква Ф. ФСБ, МГУ и такая аббревиатура, как БОМЖ, которая стала уже настолько привычной, что находятся люди молодого поколения, считающие, что это не аббревиатура. Поэтому уточню, что расшифровывается как без определенного места жительства. Нужно отметить, что сложно сокращенные слова и аббревиатуры уместны в официальном деловом стиле, но не всегда уместны в разговорном. Поэтому есть большое количество шуток, анекдотов, связанных с аббревиатурами и сложно сокращенными словами, что отражает негативное отношение людей к этим словам в разговорном стиле. Так вот, например, говорят, что в 30-е годы, но это, естественно, легенда, заместителя комиссара по морским делам сократили как замком по морде. Естественно, это сопротивление аббревиации, и не нужно аббревиацию переносить из официального делового стиля, где она уместна и нужна, в другие стили. Официальный деловой стиль используют штампы. Для официального делового стиля это нормально и естественно, поскольку штампы позволяют передавать информацию точнее, быстрее, поскольку они позволяют проще создавать документы, проще их обрабатывать, читать, давать ответ и так далее. Примеры официальных деловых штампов мы видим на нашем экране. Оставить без внимания, наложить арест в дело, заявление сотрудника. Прошу обратить внимание, что в заявлении нужно писать кому и кого без предлога от, поскольку заявление в русском языке требует управления родительным падежом без предлога. Чье заявление, а не кого заявление. Еще раз. Заявление директору Иванову Ивану Ивановичу, сотрудника Иванову Николаю Семеновичу и так далее. Предлог от в шапке заявления не требуется и тому свидетельством могут быть многочисленные пособия по делу производства и по культуре речи. В любом можно осведомиться, разночтений в этом вопросе нет. Нужно также отметить, что в официальном деловом стиле материал располагается стандартно, часто в заданной форме, в бланке, что также упрощает создание документов. Поэтому, собственно, не всегда нужно учиться специально официально деловому стилю, чтобы овладеть им достаточно, а овладеть какими-то жанрами. То есть официальный деловой стиль некоторым образом рассыпается. Человек, который владеет одними жанрами, может не владеть другими. И люди, которые всю жизнь занимаются канцелярской деятельностью, подчас делают ошибки более грубые, чем те, кто ничего не смысля в официальном деловом стиле, действуют по шаблону, по стандарту. Нужно помнить о том, что в официальном деловом стиле предложение стремится к формальной краткости. Официальный деловой стиль по возможности заменяет подчинительные союзы сложными производными предлогами. В результате чего предаточные предложения превращаются в дополнение. Производные предлоги это такие, как по завершении, в продолжении, по достижении. Там, где бы мы сказали, когда, например, страхователь достигнет 18 лет, и было бы сложное предложение, скажет по достижении страхователем 18 лет. В результате предложения в официальном деловом стиле оказываются формально проще и короче, а содержательно сложнее, что и связано со значительной сложностью восприятия официального делового стиля. Также для официального делового стиля характерны отглагольные существительные, такие как распоряжение, принуждение. Эти существительные позволяют сделать речь безглагольной, что также является чертой официального делового стиля. Вот прочитаем, например, заголовок. Приказ заведующего институтом минералогии о материальном поощрении работников института. В этом приказе нет ни одного глагола. Но есть отглагольные существительные. Поощрение. И, кстати, само по себе слово «приказ» тоже отглагольное. Можно было бы сказать «приказово», можно было бы сказать «поощряю». Ну, конечно, в тексте документов встречаются глаголы, и в тексте самого приказа, безусловно, будет стоять слово «приказово». Но есть такие документы, как, например, «пропуск», «паспорт», «зачетная книжка», где крайне малое количество глаголов, или там какой-нибудь журнал. Там в основном все номинативно, то есть сплошь одни существительные. В официальном деловом стиле полностью исключается эмоциональность и образность. Но нужно сказать, что исключением здесь может быть, конечно, дипломатический подстиль, где в силу некоторой свободы употребляются такие образные выражения, как «балансировать на грани конфликта», или «дружеская атмосфера», или, наоборот, может употребляться слово «кроупролитие». Однако дипломатический стиль употребляется узким кругом лиц, для которых вряд ли будут полезны наши лекции. И мы сейчас говорим скорее о подстиле канцелярском и о подстиле частном, где эмоциональность и образность исключаются полностью. Публицистический стиль. Говоря о публицистическом стиле, прежде всего, хотелось бы сказать несколько слов о его истории. Ни официальный деловой стиль, ни научный стиль особой истории, отдельной от общей истории русского языка, не обладают. Попали они в русский язык во времена Петровских реформ, когда Петр стал развивать русское государство на европейский лад, и потребовалось обеспечить государство литературным языком, государственную деятельность. Что же касается публицистического стиля, то он появился несколько раньше. И тогда, как научный стиль в значительной мере был заимствован, и не случайно в научном стиле много латинских и греческих заимствований, официальный деловой стиль оказался под сильным влиянием церковнославянского языка, и слова отчуждения, тождественные, они по своей природе церковнославянские. Публицистический стиль в русском языке имеет сразу два корня. Во-первых, церковнославянский высокий, и во-вторых, имеет корень приниженный, площадной, простонародный. Публицистический стиль появился сразу и в церковных кругах, где стали создаваться произведения, направленные против недостатков духовенства, таких как, например, чревоугодие, мракобесие, сребролюбие. Нужно сказать, что все эти слова церковнославянские, и сразу мы это чувствуем. И вместе с тем появился публицистический стиль при дворе, при дворе Ивана Грозного, поскольку именно во времена Ивана Грозного начались попытки влиять на внутреннюю политику России из-за рубежа. Князь Курбский, бежавший от преследований боярства Иваном Грозным, из Литвы писал Грозному письма, и Грозный ему отвечал. Эти письма важны бы не столько как личный документ, сколько как документ публичный, поскольку они читались при царском дворе. И даже известен весьма печальный эпизод, когда Иван Грозный посохом своим проткнул ногу посла, сказал, чтобы ты не убежал, пригвоздил заостренным концом посоха ногу к деревянному полу, и сказал, а вот теперь читай. И надо сказать, что посол с честью дочитал, наверное, рискуя собственной жизнью. Так вот, две традиции, где, с одной стороны, были церковно-славянские слова, а с другой стороны, как выражался Иван Грозный, не тебе, поганому псу, судить нас, государей. Вот эти две традиции боролись в русском публицистическом стиле всю его историю и продолжают борьбу эту до сих пор. С одной стороны, в XVIII-XIX веке просветители значительно облагородили публицистический стиль, издавались журналы просветительского порядка. Ну, например, вот «Современник Пушкин», «Библиотека для чтения Булгарина». Хотя они и были противниками, но издалека можно сказать, что и тот, и другой журнал имели положительное просветительское влияние. Можно вспомнить также о некоторых оппозиционных журналах, таких как «Трутень» Новикова. «Трутень» — это тонкий намек на государя-императора, потому что это особь пчелиная, которую пчелы содержат для продолжения рода. Ну, видимо, также и государь-император. Такие, как «Колокол» Герцена. Нужно сказать, что в начале XIX века были опубликованы Герценом философические письма Чаодаева. Это произведение небывалой для России публицистической остроты, и они сохраняют свою актуальность до сих пор. Например, Чаодаев писал, что в России всем показывают два предмета, известные больше своей величиной. Это разбитый колокол, который никогда не звонил, и пушка, которая не может стрелять. И до сих пор показывают. И до сих пор у нас сохранилось стремление гиганта мании. Но вот все сделанное в XVIII-XIX веке было разрушено после Октябрьской революции, публицистический стиль был снижен, и были запрещены даже некоторые слова, такие как «совесть», «честь», такие как «вера», «отечество», «милосердие». Некоторые из этих слов долго не могли возродиться. «Милосердие» возродилось только уже во времена Горбачевской перестройки, за что, кстати, большое спасибо Михаилу Сергеевичу. И нужно сказать, что в результате коммунистического отстранения от высокого публицистического стиля, публицистический стиль стал таким простонародным и площадным, каким он был, наверное, во времена Ивана Грозного. Но это было вызвано и аудиторией, нужно же было обращаться к рабочим и крестьянам, можно было попробовать их дотянуть до нужного уровня, что, собственно говоря, и пришлось сделать, потому что 22 июня 1941 года в Кремлевской канцелярии никто не смог составить должного обращения к народу. И Сталину пришлось обратиться в Московскую патриархию. Широко известна речь Сталина, которая завершается словами «Братья и сестры мои, наше дело правое, победа будет за нами». Но нужно заметить, что «братья и сестры» это же типичное церковное обращение. Сталин, как бывший семинарист, не стал коверкать речи, не стал заменять неуместным словом «товарищи» обращение церковное, «братья и сестры». И с этого момента начинается опять влечение публицистического стиля к церковнославянским корням. К 80-м годам в публицистическом стиле советских газет можно обнаружить огромное количество не только церковнославянизмов, но и латинских, и греческих слов. Именно к этому периоду относятся появление таких слов, как «регион», например. И нужно сказать, что газеты стали довольно трудны. Потом опять обвал, обвал культуры. В газетах появляются не то чтобы нелитературные, но даже и нецензурные слова. И сейчас уже некоторое выравнивание, опять подъем публицистического стиля. Так и борются эти две тенденции. История публицистического стиля настолько остросюжетно и занимательна, что трудно было не рассказать о ней. Но вернемся, однако, к основному объекту нашего разговора, то есть к самому публицистическому стилю. Публицистический стиль включает в себя ораторский подстиль, о котором уже было рассказано в одной из предыдущих лекций, а также газетно-журнальный подстиль, в котором выделяется информационный тип. К информационному типу относятся такие жанры, как, например, репортаж или заметка. Что такое репортаж? Это сообщение о ряде событий без комментариев. Заметка — это сообщение об одном событии, тоже без комментариев. К газетному-журнальному подстилю относится аналитический тип, где автор уже не просто приводит факты, но доказывает отбором и целенаправленным изложением фактов какую-то собственную мысль. Сюда относится статья, сюда же относится интервью. Кроме того, хотелось бы выделить экспрессивный тип. К экспрессивному типу относятся такие жанры, как фельетон, юмористический жанр. К сожалению, сейчас нет времени для того, чтобы пересказать какой-нибудь фельетон, хотя это было бы довольно-таки забавно. К экспрессивному типу относится и жанр очерка. Очерк — это жанр, приближающийся к художественному произведению, к рассказу, но в этом произведении, в отличие от рассказа, нет личных имен и нет личной судьбы, а есть только обобщенные факты, однако присутствует уже обобщение. Здесь можно вспомнить очерк Владимира Ивановича Дали, «Петербургский дворник», и сравнить его с повестью Тургеневу Муму, которая позже была написана. Хотя там речь идет и не о петербургском, а о московском дворнике. Так вот, описывая петербургского дворника, Даль пишет, что этот прилежный работник каждый день старательно полирует чугунные надолбы сажей с постным маслом, на общую пользу проходящих мимо пальто и шинелей. Но сам чистоту терпеть не может, и в его коморке сохраняется заповедник грязи. Даже посуду он моет только раз в год ради греха, чтобы старая скоромная пища, оставшаяся на стенках, не попадала в новую постную. Ну вот, наверное, некоторые детали этого описания можно увидеть и в повести Ивана Сергеевича Тургенева «Муму». То есть очерк — это уже шаг к художественному произведению из публицистического стиля. Ну и, наконец, хотелось бы упомянуть довольно-таки новый жанр эссе, в котором автор выражает свои личные мнения, рассказывает о личных наблюдениях, переживаниях, размышлениях и так далее. То есть это жанр уже лирический по своему содержанию. Там даже если и приводятся факты, они пропущены через призму авторского восприятия, через авторскую личность. Завершая разговор о типах и жанрах публицистического стиля, хотелось бы сказать, что публицистический стиль оказывается довольно-таки раздробленным в своих типах и жанрах, что у него нет целостных черт, поскольку совершенно нельзя сравнивать заметку и эссе, или очерк. И, пожалуй, чертой публицистического стиля, единственной устойчивой является именно раздробленность, а также ориентир на простоту восприятия, на широкую публику, что приводит к отбору довольно-таки простых слов в публицистическом стиле. Объединяет же публицистический стиль наличие в нем художественных средств, в частности, средств образных, которых нет ни в официально-деловом, ни в научном стиле. Среди образных средств публицистического стиля метафора. Это слово в переносном значении, основанном на некотором образе. Приведем пример из газеты. И парламент, и организации, представляющие интересы различных групп военнослужащих, объединились в требовании вычистить мусор из казармы. Ну, сразу оговоримся, что это было написано про Швецию. А в образном метафорическом употреблении здесь выступает слово мусор, которое, естественно, обозначает не грязь, а обозначает неуставные отношения в казармах. В публицистическом стиле употребляется также сравнение. Например, в черном пруду интернета можно плавать и благоухая. Интернет здесь сравнивается с черным прудом. Но тут есть и некоторый метафорический оттенок. Почему черный? Да потому что непрозрачный, потому что полный всякой грязи. Но есть и прямое сравнение интернет как пруд. Распространенным средством создания художественного образа в публицистическом стиле является эпитет. Например, в финальной серии мастера и Маргариту прочь из бренного мира понесут черные кони ада. Здесь мы видим два эпитета. Один довольно-таки образный, но истертый, избитый, из бренного мира. А следующий эпитет черные кони с добавлением слова ада создает довольно-таки мрачную, непривлекательную картину. Что служит, видимо, передачей собственных впечатлений автора статьи от просмотра нового фильма. В публицистическом стиле используется также риторический повтор. То есть троекратный повтор, объединенный некоторым синтаксическим параллелизмом, схожестью частей. Например, губернатору Морозову и мэру Ермакову судя по всему глубоко плевать на депутатов, выступающих против авантюрного проекта, плевать на людей, пикетирующих здания областной администрации, плевать на общественное мнение. Это цитата из газеты «Русский курьер». Статья опубликована 3 марта 2005 года. Поскольку упоминаются конкретные лица, чтобы не понести ответственность, не могу не упомянуть точную ссылку на источник. Хотя и все другие приведенные цитаты тоже взяты из газет последнего времени. В публицистическом стиле, кроме риторического повтора, используется риторический вопрос. Довольно широко используемое явление и в ораторской речи известно, что такое риторический вопрос. Это вопрос, который не требует ответа на себя. Например, дети политической элиты решают свои возрастные проблемы с помощью квалифицированных психологов. А наши дети чем хуже? Понятное дело, что такой вопрос автора статьи не требует ответа на себя, поскольку имеется в виду, что наши дети как раз ничем не хуже. Кроме того, что в публицистическом стиле используются различного характера средства художественной выразительности, только что перечисленные, можно отметить и некоторые другие общие особенности, хотя они не столько объединяют публицистический стиль, сколько подчеркивают его разнородность и открытость. Среди этих особенностей открытость публицистического стиля для лексики других книжных стилей. В публицистическом стиле широко используются такие слова, как электорат, инаугурация, интернет, стагнация, дефолт. Эти слова взяты как из научного стиля, так и из официально-делового. Открыт публицистический стиль и для лексики из разговорного стиля. Например, в газетах последнего времени можно встретить такие слова, как безалаберный, обмывать, в значении «отмечать». Слово употребляется для описания светской так называемой хроники в нашем современном так называемом «свете» принято не отмечать, а обмывать. Встречается также слово «голова», простите, слово «башня» в значении «голова». Кроме заимствованных из разных других стилей слов, для публицистического стиля характерны газетные штампы. Штампы портят газетную речь, так как это обороты, не обладающие собственно подлинным содержанием, но лишь занимающие место обороты, которые делают статью пустой и неинтересной. Например, в данный отрезок времени на данном этапе подчеркнул со всей остротой на сегодняшний день. Нужно отличать от газетных штампов газетные клише, то есть привычные в ходу обороты, которые могут использоваться и которые несут довольно-таки определенное содержание. Среди газетных клише такие бюджетная сфера, международная помощь, коммерческая структура, ветви власти и другие. Завершая разговор о стилях русского литературного языка, хотелось бы подчеркнуть, что в каждой ситуации, в каждом стиле жизни нужен свой стиль языка. И не нужно забывать о том, что слова уместны в разговорном стиле в бытовой ситуации, неуместны в книжном стиле. Но не нужно забывать, что слова уместны и в книжном стиле, неуместны в бытовой ситуации. Если два школьника, сбежавшие в кино с уроков в своем разговоре используют такие слова, как вручил, я тебе билеты вручил, да вручил, вручил, то это просто смешно. Не нужно забывать, что сапоги должен точать сапожник, а пироги печать пирожник. И что нужно каждому человеку использовать тот стиль, который соответствует его стилю жизни. Большое спасибо за внимание, уважаемые телезрители. Всего доброго.